Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я рада приветствовать вас вновь в гостях в музее быта народов Русского Севера «Истоки». Как вы помните, в прошлый раз мы с вами познакомились с одним из помещений дома, которое называется «Сени». А сегодня я вас приглашаю познакомиться с другим помещением. Это помещение называется «Изба». «Изба» произошло от слова «изба», и «стоп» от глагола «топить». Значит, это помещение в доме отапливаемое. И, как правило, это помещение в русском доме было одно единственное, которое топилось, в нём и жила большая дружная семья. Изба, как правило, была четырёхугольной формы, в форме прямоугольника. Было четыре угла, каждый угол имеет своё название. Сегодня мы с вами начнём знакомиться с тем, как же была устроена изба. Самое большое место в избе, как правило, занимала печь. Без печи изба не изба, так говорили в старину. Хозяйка всегда очень любила, уважала и берегла свою печь. Печь очень часто украшали различными орнаментами. А чем же так важна печь для хозяев дома? Ведь не только для одной красоты она была нужна. Вот послушайте, как хозяюшка обращалась к печке. «Ах ты, печка, сударыня, помоги мне, боярыня, ты свари, испеки, обогрей, полечи, в дом богатство принеси». Чем же так важна печка? А вот чем. Печка в деревенском доме – единственный источник тепла. Раньше не было батарей центрального отопления, как сейчас в наших квартирах, поэтому печь отапливала всю избу. На печи, как правило, спали. Спали старики и дети. В печи готовили еду, поэтому печь была кормилицей. На печи лечились. Вот нагуляются детки, замерзнут, начнут заболевать, а родители их укутают в теплое одеялко. Да на печь. Да еще чаем горячим с лекарственными травами угостят. Вот, глядишь, все быстро и поправятся. Вот так печка лечила. Около печки можно было сушить лекарственные травы, а на печи сушили грибы, ягоды, фрукты, а также около печи сушили одежду и обувь. Посмотрите, как много обуви сушится у меня около печки. Это говорит о чем? О том, что в этой избе живет большая семья. А еще в печи, ребята, не только готовили еду, но в печи еще и мылись. Поэтому печи, когда строили, их строили большими, и свод у печки делали довольно высокий и длинный для того, чтобы там мог уместиться не только ребенок, но и взрослый человек. После того, как печь протопится, хозяюшка выгребала из печи залу и угли. Печка должна была немножечко остыть. А как узнать, готова печка для того, чтобы там можно мыться или нет? Для этого хозяюшка брала щепотку муки и бросала в печь. Если мука не начинала гореть, значит, печка готова для того, чтобы там можно мыться. После этого кирпичи отмывали, накладывали внутрь солому, и там уже в печке были согреты чугуны с горячей водой. Ребеночек или взрослый забирался в печь, и там можно было мыться. Вот такая чудо печка была в каждой русской избе. А сейчас мне бы хотелось вам поподробнее рассказать о том, как в печи готовили еду. И давайте мы с вами пройдем в угол дома, который так и называется печной угол. Он располагался вот здесь, около печки. Этот угол мог по-другому называться бабий угол, потому что это было хозяйство женщины. И ни один мужчина, даже хозяин дома, не заходил на эту территорию. А как называется такое место у вас в ваших квартирах? Совершенно верно. Это кухня. Только в ваших квартирах это отдельное помещение, а в деревенских избах это угол за печкой. А как же был устроен этот печной угол? Конечно, здесь были предусмотрены лавки, на которых располагались и запасы с едой, и посуда, и какая-то домашняя утварь. Полки для посуды тоже были расположены здесь, чтобы хозяйке было удобнее готовить. А готовили все в печке. Откроет хозяюшка заслонку, которая закрывает устье печки. А там горят дрова. Нам их обязательно надо помешать, чтобы было удобнее. А для этого у хозяюшки есть помощник. Вот такая черная металлическая галочка. Правильно, это кочерга. Кочергой мешаем дрова в печке, а затем будем готовить похлюбку. Похлюбка – это такой жиденький супчик. Готовили хозяюшки раньше в очень необычных кастрюлях. Кастрюли эти могли быть керамические, а могли быть металлические. На что похожи эти кастрюли? Конечно, на горшок. А так как выполнены они из очень необычного металла, металл, который не плавится в печке, он называется чугун, то такие горшочки стали называть чугунками. Так вот, чтобы отправить чугунок в печку, могу я разве так руками поставить чугунок в печку? Там очень жарко. Для этого у меня есть новый помощник. Вот такой рогатый, вот такой рогатый бычок сам не ест, а еду хватает. Схватит, отдает, а сам на место в угол идет. Вот этот вот помощник, потому что он хватает еду, называется ухват. Вот сколько у хозяюшки было разных чугунков, столько в ее хозяйстве было и ухватов. Ну вот мы поставили в печь похлебку, давайте закроем заслонку, чтобы сохранить жар. А я вам расскажу о других помощниках. Ведь к похлебке очень бы хотелось и хлебушка испечь. Для того, чтобы испечь хлеб, обязательно рядом с печкой располагались либо жернова, которыми хозяева перемалывали зерно. Вот таким образом. Жернова делались из дубовых спилов, и вот здесь набивались металлические пластины, которые помогали перемалывать зерно. Или ступа с пистом тоже находилась рядом с печью, чтобы хозяйка тоже могла обмолотить и перемолоть зерно. Но, получив муку, хозяюшка замешивала тесто. А каким же образом это тесто отправить в печку? И здесь была у хозяюшки помощница. Посмотрите, пожалуйста, повнимательнее на этот предмет. Что он вам напоминает? Весло? Ну, может быть, кому-то весло. А на самом деле это лопата. Так как при помощи этой лопаты в печи выпекали хлеб, то лопата эта имеет название хлебная лопата. Она очень часто нам с вами встречается в русских народных сказках. Она оказывается в руках у одной очень зловредной старухи. Она так и норовит посадить на эту лопату добро молодца и отправить в печь. Вспомнили? Конечно, очень часто в русских народных сказках этот предмет оказывается в руках у бабы Яги. А оказывается, он существует на самом деле. Запомнили? При помощи хлебной лопаты хозяйка отправляет в печь хлеб и вынимает его обратно. Ну, а что ж, если мы испекли хлеб, то к хлебушку нам бы хотелось и маслица сделать. А так как раньше не было магазинов и всё люди делали сами, то и масло делали сами. Масло делали тоже при помощи помощницы. Вот такой замечательной мутовки. Мутовка происходит от слова «мутить», «перемешивать». При помощи этой мутовки, работая вот так вот очень быстро и долго без остановки, хозяйка взбивала масло из сливочек. Между прочим, в современном хозяйстве у ваших мам наверняка есть подобный помощник, который помогает взбивать продукты. Как он называется? Совершенно верно. Миксер или блендер. Вот прообраз миксера или блендера был у хозяек в старые времена. И обязательно рядом с печкой располагался рукомой. Рукомой от слова «мыть руки». Посмотрите, какой необычный рукомой находится в нашем музее. У него два носика. Вот сюда сверху заливается вода, а с одной и с другой стороны может подойти один член семьи, другой член семьи и помыть руки для того, чтобы не выстраиваться в очередь. Ведь семьи-то жили большие. А куда же стекала грязная вода? Водопровода в деревенских домах не было. Для того, чтобы вода не лилась на пол, обязательно под рукомой ставили деревянную бочку или ушат, для того, чтобы сюда сливалась грязная вода. А вытереть руки можно было рушниками. Да-да, полотенце в старые времена называлось рушник. И вот теперь, когда мы вымыли руки, мы бы могли с вами перейти в другой угол дома. О том, что это за угол и как он называется, мы с вами узнаем во время нашей следующей экскурсии. А сегодня мы с вами познакомились с русской печью, узнали о том, чем же она важна для хозяев дома, и о том, как готовили в печке. Сейчас до свидания, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!